Всем привет! Меня зовут Леша. Я работаю в команде ВКонтакте, бэкэнт-разработчиком. И сегодня я расскажу доклад, который является таким собирательным ответом на некоторые очень часто задаваемые вопросы, как у нас что работает с точки зрения платформы, инструктуры, то есть не про разработку, а именно как это в целом по железу. Здравствуйте! Во-первых, с добрым утром всех. Я рад, что так много людей смогло доехать первым автобусом, видимо, и не уйти на кофе. Итак, о чем будет доклад? Доклад будет в первую очередь про общую архитектуру, как у нас что работает, сервера, взаимодействие между ними, их типы и так далее. Потом отдельно поговорим про наши базы данных и что у нас вместо них. Потом отдельный раздел, который мне кажется довольно важен, это про сбор логов и мониторинг всего проекта в целом. И в конце, по возможности, по времени я расскажу про наш деплой, так коротко, как бы это все делать деплоем. Во-первых, почему я об этом всем рассказываю? Последние четыре с чем-то года я занимаюсь всевозможными задачами ВК, связанными с бэкэнд-задачами. В первую очередь там мультимедиа задачи, видео, музыка, документы, голосовые сообщения, картиночки, истории, лайв-трансляции, в общем, куча всего. Загрузка, хранение, обработка, раздача этого дела. Потом вещи, связанные с инфраструктурными задачами, мониторинг всего этого дела с точки зрения, скорее разработческой, чем администраторской логии, региональной кэши, наш протокол RPC, об этом еще буду рассказывать. Интеграция с внешними сервисами, рассылки пушей, парсинг внешних ссылок, ленты RSS, ну и помощь коллегам. Часто по вопросам, в которые я сам не в курсе, приходится лезть в код, который никогда раньше не лазил, и узнавать что-то новое. То есть в целом получается, что за это время я потрогал много чего на сайте, и вот есть некие знания. Итак, общая архитектура. Все у нас начинается обычно с фронта, то есть сервера или группы серверов, которые принимают запросы. Они принимают запросы в основном по HTTPS, это у нас основная версия сайта, мобильная версия сайта, а также всевозможные официальные и неофициальные клиенты нашего API. Думаю, тут все понятно. У нас есть прием RTMP-трафика для лайв-трансляций, также фронт-серверами отдельными, и у нас есть при получении веб-сокет-соединений для нашего стриминга API. Так или иначе, для HTTPS и для веб-сокетов стоят инжинксы на серверах, а для RTMP-трансляции мы перешли недавно на наше собственное решение кайф, но это будет за пределами выступления. Так или иначе, эти сервера для отказа устойчивости анонсируют общий API-адрес и заправляются такими группами, чтобы в случае проблемы одного сервера мы не теряли запросы пользователей, все работает. Для, собственно, HTTPS и веб-сокетов эти же сервера занимаются шифровкой трафика, чтобы забирать эту часть нагрузки на CPU на себя, а не на сервера за собой. Я больше не буду говорить про веб-сокеты и RTMP, только именно про HTTPS-ные запросы, вот обычные такие, то, что обычно понимают под проектом веба. Итак, за фронтами стоят бэкэнд-сервера, которые, собственно, обрабатывают запросы, которые получают фронты от клиентов. Что это такое? Это сервера, на которых работает HTTPS-ный демон, потому что HTTPS уже расшифрован, он является KPHP-сервером. Меня попросили не рассказывать про KPHP особо, я не буду. В общем, если очень коротко для понимания происходящего, это сервер, который запускает мастер-процесс, он запускает пачку дочерних процессов и передает им слушающий сокет, и они обрабатывают свои запросы. При этом, чтобы обрабатывать запросы быстрее, эти процессы не перезапускаются между каждым запросом от пользователя, а они просто сбрасывают свое состояние, всякие глобальные переменные и прочее, в такое первоначальное ZRVL-ю какое-то своеобразное, ну, чтобы просто запрос за запросом. Все. Причем все эти наши бэкэнды – это не огромный пул машин, которые могут обработать любой запрос. Мы их разделяем на отдельные бэкэнды, как минимум для того, чтобы в случае проблем на какой-то группе машин она не аффектила все наши сервера. В случае проблем, допустим, на, не знаю, на видео, близкой мне теме, человек, который сидит в личке там или какие-нибудь там смотрит, слушает музыку и так далее, он даже не узнает о проблемах, что какие-то проблемы случились. При этом выбор, на какой бэкэнд отправить запрос, решает Nginx на, собственно, на фронтах по конфигу, по локейшнам и как-то так. При этом наши серверы, собственно, разделяются на группы, чтобы понять, сколько машин нужно иметь в каждой группе. Мы опираемся не на QPS, который, в общем-то, довольно вещь бесполезная в случае, что у нас разные бэкэнды, у них разные запросы, и каждый запрос имеет разную сложность для вычисления его. Мы оперируем понятием нагрузки на сервер в целом, то есть на процессор, а также собираем PERF, потому что, собственно, это плюсовый сервер. Там можно собрать профиль и посмотреть нагрузку. Таких серверов у нас тысячи. Собственно, на каждом физическом сервере запущена пачка этих KPHP, чтобы утилизировать все ядра. Такая, например, ситуация. Дальше у нас есть CSK. Что такое CSK? CSK – это контент-сервер, то есть хранилище, как мы называем, или просто хранилки. Это сервера, которые, в первую очередь, хранят файлы. Во вторую очередь, они занимаются обработкой, собственно, как залитых файлов, так и всевозможными фонами, асинхронными задачами, которые им ставит основной веб-фронтенд. И парсят все эти ссылки. Я думаю, нет смысла рассказывать, как работают хранилища, но тут, думаю, каждый представляет себе. Таких серверов у нас десятки тысяч, это именно физические серверки, которые хранят файлы. Пользователи любят к нам файлики загружать, а мы их любим хранить и раздавать. Часть этих серверов закрыты специальными PPP-серверами. Думаю, кто открывал VK-факу Network, они это видели, и было не понятно, что это такое. Что такое PPP? Если мы закрываем один серверок в другой, то у нас есть два варианта отдачи и загрузки файлов на сервер, который был закрыт. Во-первых, мы можем пойти напрямую, типа сервера 100-500 и файлик Path. Другой вариант, что мы его закрываем другим сервером перед ним и идем уже с указанием, как часть пути и номер сервера. В чем разница? PU – это исторически сложившееся название для фотоаплот, а PP – это фотопрокси. То есть один сервер исторически мог позволить через себя фоточку загрузить, а другой через себя фоточку отдать. Теперь это уже не только фотографии, но название сохранилось к капиталистическим причинам. И зачем это было вообще сделано? Во-первых, эти сервера занимаются терминированной HTTPS-сессией, чтобы, во-первых, снять нагрузку процессорную с хранилища, и они могут быть большими, жирными и медленными при этом. А во-вторых, так как мы на эти сервера загружаем пользовательские файлы, мы их обрабатываем, качаем внешние ссылочки, то чем меньше информации, чувствительной мы храним на этих машинах, тем лучше. Например, собственно, ключи шифрования этих HTTPS. При этом, так как машина закрыта у нас другими машинами, тоже нашими, то мы можем позволить себе не давать им белые внешние API-шники и сэкономить на пулл-IP. Это довольно полезно, плюс позволяет гарантированно защитить машину от доступа извне. У нее просто нет API-шника, чтобы попасть на нее. В плане отказоустойчивости такая схема работает также. Несколько физических серверов имеет общий физический API-шник, и железка перед ними выбирает, куда отправить запрос. Тут схема такая же, я об этом еще позже расскажу о других вариантах. И спорный момент является в том, что в этом случае при наличии одинакового API-шника на несколько машин с одинаковым хостом, то есть Pupvk.com, Pupvk.com, браузер клиента имеет ограничение на количество одновременных запросов к одному хосту, и он не может отправить кучу-кучу запросов на один такой адрес. Но во время, собственно, более-менее повсеместного HTTPS 2, я считаю, что это уже не так актуально, и явно минус этой схемы в том, что нам приходится прокачивать весь наш трафик, который дает хранилище через какой-то еще один сервер. Это явный минус тут, сложно придумать плюсы. Это схемы. При этом, так как мы прокачиваем трафик из машины, мы, возможно, пока что все еще не можем позволить себе прокачивать тяжелый трафик, например, видео, по такой же схеме. Мы его гоняем напрямую. Это некая жизнь, реальная жизнь. То есть отдельная прямая коннект для отдельных хранилищ, именно для видео. Более легкий контент мы гоняем через прокси. Не так давно у нас появилась более улучшенная версия этих проксей. Я сейчас скажу о них подробнее. И в чем они отличаются, и зачем это нужно. Во-первых, почему Sun? В сентябре прошлого года компания Oracle, которая до этого купила компанию Sun, она уволила огромное количество сотрудников Sun. И можно сказать, что в этот момент компания Sun прекратила существование в том виде, в котором она была. И наши админы, когда выбирали название для новой системы, решили отдать некую дань уважения, памяти этой компании и назвали новую систему Sun, или просто солнышки, как мы их называем. В чем проблема вообще-то этих ППшек, которые у нас были исторически везде? Первое, о чем я уже говорил, что несколько физических серверов имеют общий IP-адрес и нет возможности как-то контролировать, на какой сервер придет запрос. Поэтому если разные пользователи приходят за одним и тем же файлом, это нормальная ситуация, то при наличии кэша на этих серверах, этот файлик оседает в кэше каждого сервера. Это очень неэффективная схема, и поделать было ничего нельзя. Соответственно, мы не можем шардировать контент, потому что мы не можем выбрать конкретный сервер, это группа у них, общий IP-шник и все. И у нас по некоторым внутренним причинам не было возможности ставить такие сервера в регионы, они были стоять именно только в Питере. Ну вот, проблема была. Что было сделано с солнышками? Во-первых, было сделано изменение системы выбора. У каждого сервера свой собственный IP, индивидуальный, но при этом они все имеют общую подсеть и настроено у нас все так, что в случае выпадения одного сервера, трафик размазывается по остальным серверам той же группы автоматически. И получается, что с одной стороны есть возможность выбрать конкретный сервер, у нас нет избыточного кэширования, и с другой стороны мы не потеряли вполне надежности. При этом есть поддержка весов, то есть мы можем себе позволить себе как ставить машины разной мощности по необходимости, так и в случае каких-то временных проблем менять веса с работающим солнышком для уменьшения нагрузки на них, чтобы они там прочухались и снова заработали. И появилась возможность поддержки регионов, то есть мы можем ставить сервера не только в Питере, но и в других местах. Об этом еще подробно расскажу. Ну и, наконец, забавная вещь, связанная с шардированием. Мы обычно контент шардируем так, чтобы разные пользователи шли за одним файлом через одно солнышко, чтобы у них и был общий кэш. Но когда мы запускали наше приложение Клеер, вы знаете, что такое Клеер вообще? Знаете, есть хоть кто-нибудь в зале? Прикольно. Один. Вот. Три человека. Четыре. Ладно. Расскажу. Это такая как бы онлайн-викторина, где ведущие… Ну это лайв-трансляция, где ведущие задают вопросы, а пользователи в реальном времени должны отвечать, выбирать варианты. При этом там в этом приложении еще есть чатик, где пользователи могут просто послудить. И когда на трансляции сидит больше 100 тысяч человек, они все одновременно пишут свои сообщения, эти сообщения рассылаются, собственно, всем, кто смотрит, то вместе с сообщением приходит еще и аватарка. Если 100 тысяч человек приходит за одной аватаркой в одно солнышко, то оно может иногда закатиться за тучку. Вот. И чтобы это не происходило, именно для некоторого вида контента у нас включается тупая схема, которая размазывает файлики по всем имеющимся солнышкам какого-то региона, чтобы выдержать такие именно всплески за одним и тем же файлом. Итак, как выглядит вообще солнышко внутри? Это просто сервак с Nginx, и там кэш либо просто в памяти, либо быстрые диски на Ptano.VMe. При этом ссылочка получается. У нас есть солнышко, которое стоит в четвертом регионе. Это второй сервер группы. Он закрывает с собой файл PATH, который физически лежит на сервере 100500. Ну, примерно такая ссылочка. Теперь про регионы и про региональные кэши. То есть мы добавляем еще один узел нашей схемы. Это кэш, то есть сервера кэширования. Это схема расположения наших региональных кэшей. У нас их примерно 20 штук. Собственно, это места, где стоят именно кэши и солнышки, которые могут просто кэшировать трафик через себя. Это именно кэширование мультимедиа контента. Это не хранит пользовательские данные. Именно просто файлики, видосики, все такое, музыка там. Итак, во-первых, как определяется опишник пользователя, регион пользователя? Во-первых, мы собираем анонсированные в регионах по BGP префиксы сетей, собираем их себе. И в случае фуллбэка у нас еще есть парсинг базы GEO IP на случай, если мы не смогли по префиксам найти опишник. Так или иначе, мы, собственно, можем в коде теперь посмотреть по юзеру его один и несколько регионов. То есть те точки, к которым он, скорее всего, наиболее близок географически. Как это сейчас работает в региональной кэши? Вот у нас есть некий номер регионального кэша, где сидит пользователь. У нас есть некий идентификатор файла. Мы просто берем эту пару, там, не знаю, кортеж, тапу, как хотите, называете, и инкрементимум рейтинг в рекордном скачивании. Тут все просто. При этом некие демоны, сервисы на наших регионах время от времени приходят в наши API и говорят, я кэш такой-то, дай-ка ты мне список самых популярных файлов для моего региона, и которых на мне еще нет. API дает ему пачку, собственно, сортированную по рейтингу, и демон выкачивает. После выкачивания он начинает себя отдавать. Все просто. И это принципиальная разница отличия ПУ по ПСолнышек от кэшей, что те отдают файл через себя сразу, даже если в кэше этого файла нет. Кэш сначала выкачивает файл на себя, а потом уже начинает его отдавать. При этом мы получаем, что контент файлов ближе к пользователям, и, допустим, только с московского кэша мы раздаем больше терабитов, часы наибольшей нагрузки. Это трафик, который мы сняли с Питера. Это очень хорошо. Но есть проблема в том, что для суперпопулярного контента не хватает иногда сети на отдельной сервере. То есть у нас серваки 40-50 гигабит, и бывает, что контент, который забивает такой канал полностью. Сейчас мы идем к тому, чтобы сделать возможность хранения более одной копии популярных файлов в регионе. Сейчас мы такого сделать не можем. То есть есть файлик, он лежит в одной копии на регионе. Этого не хватает, и надеюсь, что мы до конца года это исправим, чтобы всем было лучше. То есть мы рассмотрели, у нас есть фронты, которые принимают запросы, у нас есть бэкэнды, которые обрабатывают запросы, у нас есть хранилки, закрытые двумя видами проксей, и у нас региональные кэши есть. Что в этой схеме не хватает? В этой схеме не хватает баз данных, где мы, собственно, храним данные, кроме наших файлов. И переходим ко второй части, собственно, доклада про базы. Во-первых, мы называем их не базами, а движками, потому что базы данных в том термине, как это используется обычно в проектах, у нас их не существует практически никак. Так получилось, потому что в 2008-2009 году, когда у ВК был такой взрывной рост популярности, проект полностью работал на мускуле и мэмкэше, и были проблемы. Мускуль любил упасть и покараптить свои файлы, после чего он не поднимался, а мэмкэш начинал постепенно деградировать по первой производительности, и нам приходилось его перезапускать. И получается, что у нас есть проект, у которого растет популярность, и мы имеем персистентное хранилище, которое портит данные, и у нас есть кэш, который тормозит, его приходится перезапускать с потерей кэша. В таких условиях развивать растущий проект было тяжело, и было принято решение попробовать переписать критические вещи, в которые мы уже уперлись как проект, на собственные велосипеды. Почему же там? Это оказалось очень таким успешным решением. Просто была возможность это сделать, и была крайняя необходимость, потому что других способов масштабирования в то время не существовало. Не было всех этих кучинеров, всяких бас, но SQL ничего не существовало. Был мускуль, и, собственно, мускуль, мэмкэш, там постгресс был, все, больше ничего. Причем, так как эта разработка делала одна и та же наша команда сишников, то они все были сделаны единообразно. Они были сделаны так, что независимо от движка они имели примерно одинаковый формат файлов, которые они писали на диск. Они имели одинаковые параметры запуска, они одинаково обрабатывали сигналы, и они примерно одинаково вели себя в случае каких-то кривых ситуаций, каких-то проблем. И это позволяло админам очень удобно эксплуатировать всю эту систему при создании движков. Не было необходимости поддерживать зоопарк и заново учиться эксплуатировать каждую новую стороннюю базу, которая была сделана другой командой по-своему. Это позволяло быстро и удобно наращивать количество таких движков. На данный момент мы их, как команда в целом, понаписали довольно много. Это лишь часть названий из них, то есть под каждую задачу, которая требует какой-то специфическую структуру данных или нетипичные запросы, которые не может реализовать существующий движок. Наша команда просто сишников пишет новый движок. Почему нет? Допустим, у нас есть отдельный движок Memcash, который похож на обычный, ну там плюс куча плюшек и который не тормозит. Это не кликхаус, но тоже не тормозит. И есть, допустим, отдельно по Memcash, это персистентный Memcash, который имеет хранить данные еще и на диске, причем больше, чем вылезает в оперативку, чтобы не терять данные при перезапуске. То есть, ну как бы, почему бы нет? И куча-куча движков под всякие разные задачи. Очереди, списки, всякие сеты, близость на комбинарном пространстве, ну очень много всего, что требуется нашему проекту. И при этом, с точки зрения кода, нет необходимости представлять себе движки или базы данных как некий процесс, сущность. То есть, или инстанция, код работает именно с кластерами, с группами движков, причем именно одного типа. То есть, допустим, есть кластер МКШ, есть кластер списков, ну и так далее. То есть, просто какая-то группа машин. При этом коду не нужно знать вообще физическое расположение этих серверов, сколько их вообще. То есть, он ходит по некому имени, идентификатору, идет в кластер. Чтобы это работало, требуется добавить еще одну сущность, которая находится между нашим кодом и нашими движками. Это прокси, которая, по сути, теперь является нашей какой-то свяжущей шиной, которая работает почти весь сайт. Ну, потому что по-другому не получится. При этом у нас нет северс-дискавери. Вместо него есть конфиг этой прокси, которая знает расположение всех кластеров, всех шардов этого кластера. Этим занимаются админы. Программистам не важно вообще, сколько, где, чего стоит. Они просто ходят в кластер. Это позволяет нам много чего сделать. При получении запроса прокси форвардит запрос, зная куда. Она сама определяет. При этом она является точкой защиты от отказа сервиса. В случае, если какой-то движочек тормозит, упал, то прокси это понимает и начинает клиентской стороне сразу отвечать, типа, у нас обед, приходите попозже, движок не отвечает. Что позволяет нам снять тот ожидание, тайм-аут, который кот ждет от этого движка. Он не ждет ответа, он говорит, а, и все, движок не работает, и надо как-то по-другому себя вести. То есть кот должен быть готов, что базы работают не всегда, но это, по-моему, нормальная жизнь, это как бы, ну, везде так. При этом, если мы все-таки очень хотим иметь какое-то нестандартное решение в качестве нашего движка, то было принято решение, что мы не впиливаемся в нашу RPC-прокси, который делан именно для наших движков, а делается отдельная прокси именно под нужную задачу. Допустим, для мускуля, который у нас все еще есть, у нас кое-где у нас есть DB-прокси, а, скажем, для ClickHouse, о котором я еще поговорю, у нас есть Kittenhouse, тоже прокси. Это работает в целом вот так. У нас есть некий сервак, на нем работает там PHP, KPHP-код, Gop, Python, в общем, любой код, который умеет ходить по нашему RPC-протоколу. Он ходит локально в RPC-прокси, то есть на каждом сервере, где у нас есть наш код, запущена своя локальная прокси. Это не отдельное место, где работает точка отказа, а на каждом сервере своя. И она уже, зная по запросу, понимает, куда нужно идти. При этом, если один движочек хочет пойти в другой движочек, даже если он хочет пойти в своего соседа, он идет через прокси, потому что сосед может быть в общем случае в другом дат-центре стоять. Движок не должен завязываться на какое-то особое знание, расположение чего-либо, кроме самого себя. Это стандартное решение у нас. Схемы, по которой работают все движки, не надо вчитываться, это просто как пример, если кому-то интересно. То есть это бинарный протокол, ближайшим аналогом будет являться PortoBuff, то есть это схема с заранее описанной схемой, собственно опциональные поля, сложные типы, которые являются расширением встроенных скаляров и так далее. У нас там есть типы, есть запросы, но в общем все работает по этому протоколу, кому хочет, может поинтересоваться, там в интернете есть описание и прочее. То есть все работает по нему. При этом получается у нас есть RPC-шный протокол выполнения запроса движкам, он работает поверх TL-схемы, это все работает поверх TCP и VDP-соединения. TCP, думаю, понятно, собственно, да, это обычная схема. А что насчет, собственно, UDP-соединения? Часто спрашивают, зачем вам UDP, как вы с ним живете? Во-первых, это помогает нам избежать проблемы огромного количества соединений между серверами. Если у нас на каждом сервере стейтер PC-прокси, она в общем случае может пойти в любой движок, то мы получаем десятки тысяч TCP-соединений на сервер, и это, в общем, просто бесполезная нагрузка, просто потому что она есть. В случае UDP этой проблемы нет. При этом нет необходимости типичного хендшейка. Это действительно проблема, когда поднимается новый движочек или новый сервер, то устанавливалось бы куча TCP-соединений разом. Это очень плохо, просто становится все ядра в ядро, и все. Для каких-то маленьких легковерхных запросов, которые ввязают, допустим, какой-нибудь UDP-шный пейлот, то все общения кода с движком — это один UDP-пакет в одну сторону, один UDP-пакет в другую сторону. Все. То есть один раунд-трип, и код получил ответ от движка. Без хендшейков и прочих. Да, это все работает только при очень маленьком проценте потерь пакетов. Понятно. То есть в протоколе есть поддержка для трансмитов, всяких там тайм-аутов, но если мы будем терять много, мы получим наши TCP практически. Ну, то есть не очень выгодно. То есть через океаны мы это не гоняем. Таких серверов у нас тысячи, и там та же самая схема, что на каждый физический сервер ставится пачка серверов. Они в основном однопоточные, чтобы работать максимально быстро без блокировок, и, собственно, шардируется как однопоточное решение. При этом нет ничего более надежного у нас, чем эти движки, и вопросу хранения данных персистентному уделяется очень большое внимание. При этом все реализовано очень просто, и такая же схема используется в куче других решений. Движки пишут в пинлоге, то есть это некий файл, куда в конец файла дописываются события на изменение состояния или данных. Это в разных решениях называется в ретах и от логгинг, append-only файл, в общем, в зависимости от того, как назвал. Но принцип один и тот же. Но чтобы движок при перезапуске не перечитывал весь этот гигантский бинлог, который может описаться годами, в принципе, движки пишут снапшоты, то есть состояние на текущий момент, и при необходимости они читают сначала из него, потом дочитывают уже из бинлога. Я еще покажу пример. При этом бинлоги, как я говорил, они все пишутся в одинаковом формате, чтобы админы могли своими инструментами их как-то одинаково администрировать, проверять, сплитить и так далее по необходимости. У снапшота такой необходимости есть, там есть общий заголовок, указывающий чей-то общий снапшот, там инт, там, magic движка, то есть это я, мой движок. А какое там тело, никому не важно, это проблема с собой движка, который я записал. Как это, в принципе, работает? Бегал, прибежусь. Вот здесь у нас есть некий сервак, на котором работает движочек, он открывает на запись новый пустой бинлог, пишет, пишет в него события на изменения, в какой-то момент он написал какой-то размер файла и сам решает, либо ему приходит извне сигнал, сделай-ка ты снапшот. Он открывает, создает новый файл, пишет в него полностью свое состояние, дописывает текущий размер бинлога, то есть offset на конец файла и продолжает, собственно, писать дальше, ничего не происходит, новый бинлог не создается. В какой-то момент, когда движок перезапустился, у нас есть на диске бинлог, есть снапшот, движок читает полностью снапшот, поднимает свое состояние на какой-то момент, вычитывает позиции, которая была в размер бинлога на тот момент создания и дочитывает конец бинлога для получения текущего состояния, ну, совершенно, и продолжает писать дальше события. Ну, довольно обычная, простая схема, мне кажется. И все наши движки работают по такой схеме, ну, в которых есть state. Что мы получаем? Что, во-первых, репликация у нас statement-based, то есть мы пишем в бинлог не какие-нибудь там изменения, там, страницы или что-то подобное, а именно запросы на изменения. Очень похоже на то, что приходит по сети, ну, точнее, замененное. И этой же схемы используется не просто для репликации, но еще для создания бэкапов. То есть есть у нас движочек, который пишущий мастер, он пишет бинлог, поднимается копирование этого бинлога в другое место, куда угодно, куда настроить, собственно, админы. И все, у нас есть бэкап. То есть движок пишет в конец файла, и этот конец уносится в реальном времени на другое место. Если нам нужна именно читающая реплика, чтобы снизить нагрузку на чтение по CPU, просто поднимается читающий движок, который дочитывает конец бинлога и просто выполняет эти команды в себе локально. Все. Отставание здесь очень маленькое, там вообще совсем. И плюс есть возможность, как в нормальных базах, узнать, насколько реплика отстает от мастера. Как, в принципе, работает шардирование, как прокся понимает, на какой шард кластера отправить. Причем так как код не показывает ей, отправь, как ты на 15-х шард. Нет, это делает прокся. Самая простая схема, это как мы называем first in, то есть это первое число в запросе. Я привел пример для простого mcash-текстового протокола. То есть запросы бывают сложные, структурированные. Это вот именно для простоты. То есть дай-ка мне фотографию соточка 500. И берет, собственно, первое число в запросе и остаток отделения на размер кластера. Это полезно в случае, когда мы хотим иметь локальность данных одной сущности. Допустим, соточка может быть юзером, может быть одишником группы. И мы хотим, чтобы для каких-то сложных запросов все данные одной сущности были на одном шарде. Ну, по возможности. Ну, бывает часто нужно. Другой вариант, если нам пофиг, как оно размазано по кластеру, мы можем делать хэширование сейчас целиком. То же самое, получаем хэш, это такое деление и, собственно, получаем номер шарда. Оба этих варианта работают только в том случае, если мы готовы к тому, что мы будем в случае наращивания размера кластера, как мы знаем, дробить или увеличивать его в кратное количество раз. Типа у нас было 16 шардов, мы хотим больше, нам не хватает. Мы можем сделать 32 безболезнно, без даунтайма. Если мы хотим наращивать некрасно, то будет даунтайм, потому что не получится аккуратно передробить это все без потери. То есть это полезно, но не всегда. Если нам нужно именно добавлять или убирать сервера в произвольном количестве, используется констентное хэширование на кольце, типа как Ketama, где мы можем… Но при этом мы теряем полностью локальность данных, приходится делать мерч запроса на кластер, чтобы каждый кусочек вернул свой маленький ответ и уже смежит на проксе. Проксе умеет смежить ответы. Ну и есть такие суперспецифические запросы, я думаю, не буду рассматривать там совсем хардкор. Это выглядит так, что RPC Proxy получает запрос, она определяет, в какой кластер пойти и определяет, собственно, шард. И тут есть либо пишущие мастера, либо если кластер имеет поддержку реплик, то он отсылает в реплику по запросу. Это всем занимается проксе. Итак, логи и мониторинг. Как вообще у нас со всем этим исторически пишутся логи? Те варианты, которые не умерли на данный момент. Первый, самый простой, очевидный вариант, мы просто пишем логи momcash. То есть, есть некий префикс ключа, то есть, по сути, имя лога, некая строка есть, размер этого лога, количество строчек. Мы берем случайно число от нуля до числа строк, там минус один, и в ключ префикс плюс это число пишем строчку лога плюс время. Потом, при необходимости логи прочитать, мы делаем мульти-гет всех ключей, ассортируем по времени, получаем real-time и production-log. Это используется именно, когда нам нужно что-то подобажить в продакшене, ничего не ломая, не останавливая, не пускай трафик на другие машины прямо вот в real-time. Но понятно, что это лог, который не живет долгое время, никаких гарантий нет. Есть чуть более сложный вариант, который надежно хранит логи в МКШ, но более-менее, но неважно. Для надежного хранения логов у нас есть движок, который называется Logs, вы не поверите. Он создавался именно для хранения логов, и он используется у нас очень широко. Это огромное количество кластеров, и самый большой известный мне кластер хранит, по-моему, 600 терабайт запакованных логов в себе в одном. Но в этом движке есть, он, движок очень старый, ему много лет, есть кластеры, которые работают уже лет, по-моему, по 6-7 с этим движком, и он имеет некие проблемы, которые мы сейчас пытаемся как-то решить. Начали очень активно использовать ClickHouse для хранения логов. Немножко, собственно, об этом. Как мы храним логи в ClickHouse, и зачем это вообще нужно? Вот у нас была схема, как мы ходим в наши движки, у нас есть наш код, который по рпси ходит в локальный rpc proxy, а тот понимает, куда нужно пойти, собственно, в движок. Если мы хотим писать логи в ClickHouse, нам нужно в этой схеме поменять два места. Во-первых, нужно заменить какой-то движок на ClickHouse, а во-вторых, заменить rpc proxy, который не умеет в него ходить, на какое-то решение, которое умеет. И умеет в rpc при этом. Ну, с движком понятно, мы заменяем его на сервер или на кластер серверов с ClickHouse. Теперь вопрос, собственно, в том решении, которое будет ходить. Это Kittenhouse, об этом сегодня, если кому интересно, Юрин Срединов будет рассказывать, в конгрессах ходит, по-моему, днем, ну, попозже. Кому интересно, можете послушать прям подробности и хардкор, надеюсь. При этом, если мы пойдем напрямую из Kittenhouse, в ClickHouse, он не справится с таким количеством соединений, потому что машин очень много, он просто складывается от нагрузки, даже без запросов, просто от ксбрежных соединений. Чтобы эта схема работала, поднимается на сервере с ClickHouse, локальный реверс прокся, который написан так, что она выдерживает такие объемы соединений. Плюс она может буферизировать данные в себе более-менее надежно. И по такой схеме идет сбор локов. К этой схеме мы… А, да, еще. Когда мы не хотим реализовывать RPC-шную схему в каких-то нестандартных решениях, не в наших, например, в Nginx, мы, собственно, поддержали в Kittenhouse возможность получать логи по UDP. В случае, если этот отправитель и получатель логов работают на одной машине, то вероятность потерять UDP-шный пакет в пределах локал хоста довольно низкая. И как некий компромисс между необходимостью реализовать RPC в стороннем решении и надежности, мы используем просто отправку по UDP. Такая схема. К ней мы еще вернемся. Теперь про мониторинг. Здесь два важных различия. Есть у нас отдельно совершенно логи, которые делают администраторы по своим серверам, и есть логи, которые продуктовые. Мы, как разработчики, пишем из кода сами по себе. Начало администраторские, короткое. То есть на всех серверах работает у нас NetData, которая собирает статистику, она отсылает и графит карбон. Тут все, думаю, всем известное название. В качестве системы хранения при этом используется не вайспер какой-то, а вот Крикхаус, опять же. И по необходимости можно как из него напрямую читать, так и использовать графану для метрик, графиков, ватчдогов и прочего. Это довольно неплохо используется. У нас, как у разработчиков, есть доступ к нудателю графани, и, в принципе, нам этого хватает. С точки зрения продуктовых метрик, мы, как разработчики, понаписали там столько всего для удобства. Во-первых, есть набор функций обычных, которые позволяют записать аккаунты, уникальный аккаунт, какие-то value-значения, статистику, и оно отсылается куда-то. Сейчас это разберем. И потом, впоследствии, мы можем прочитать всякие фильтры, сортировки, группировки, почему-то хотим какие-то статистики, графики построить, ватчдоги настроить и прочее. Как это работает? А, да, еще забыл сказать, что мы пишем очень много метрик. Сырых событий у нас очень примерно, мы их точно не считали, где-то от 600, по-моему, миллиардов до 1 триллиона в суток. Поэтому мы хотим хранить их хотя бы пару лет, чтобы строить по сезонам, сравнение с прошлым. И вот как-то склеить это все воедино было довольно большой проблемой. Ну, все еще мы до конца не решили эту проблему. Итак, как это работало годами, последние несколько лет. У нас есть наши функции, которые пишут эти метрики, они пишут в локальном мкэш для, собственно, уменьшения кое-что записи. И раз в небольшой промежуток времени локально запущенный статс-демон собирает все, что было записано и сливает метрики в два слоя серверов локсколлекторов, которые агрегируют статистику с кучей наших машин, чтобы хотя бы он не умирал, слой за ними. Да, мы можем по необходимости писать напрямую в локсколлекторы, но это очень плохо масштабируемое решение, потому что оно увеличивает нагрузку на коллекторы. Это нужно только, если мы не можем по какой-то причине поднять на машине мкэш с демоном, либо он упал, мы это поняли и пошли напрямую. Так или иначе, локсколлекторы сливают статистику в MiaoDB, это наша база, которая, кроме всего прочего, умеет хранить метрики, но не столь важно. И мы под тому с кодом можем в нее таким около SQL-бинарным делать выборки. В этом году, летом у нас был внутренний хакатон и появилась идея, давайте попробуем, раз у нас есть логи на кликхаусе, заменить эту красную часть схемы на что-то, что может хранить метрики наши в кликхаусе. Просто попробовать, взлетит или не взлетит. Такой proof в концент. Вот у нас была схема, которая писала логи через Kittenhouse и предложение было какое? Давайте мы возьмем и добавим сюда еще один хаус, куча-куча домиков, который будет принимать именно метрики в том формате, как их пишут, наш код, по UDP, опять же, потому что все нормально, превращать их в инсерты, как логи, которые понимают Kittenhouse логи и которые он умеет прекрасно доставлять для кликхауса. И потом как-то это уметь читать. И вот эта схема, которая была с моим кэшами, статс-земами, коллекторами, базой, она заменяется на такую схему. То есть у нас есть отправка из кода, она пишет статс-хаус локальный, тот пишет Kittenhouse, уже превращенные UDP-шные метрики в SQL-инсерты пачками, тот отсылает их в кликхаус. Если мы хотим их прочитать, то мы, собственно, читаем уже в обходе статс-хауса, он не нужен напрямую еще из кликхауса обычными SQL-ами. Этот все еще эксперимент, я думаю, Юра тоже об этом расскажет сегодня, скорее всего, но он очень положительный, нам, в принципе, нравится, что получается. Если мы исправим некие проблемы, которые все еще с этой схемой есть, то мы, возможно, на нее полностью перейдем. Я лично на это надеюсь. Но вот что вопрос в плане экономии железа, я какой-то экономии не видел. Нужно меньше серверов, не нужны эти локальные статс-земы, локус-коллекторы, все это не нужно, но при этом кликхаусу нужны гораздо более жирные сервера, чем те, которые нужны в текущей схеме. Их нужно меньше, но они должны быть дороже и мощнее. Так что такой спорный момент. Ну, такие нагрузки. А теперь про деплой. У меня еще даже время осталось, классно. Как мы деплоим PHP? Наш как бы основной код. Ну, да. У нас разработка ведется в Git, мы используем GitLab и TeamCity для деплоя. Разработчики ветки вливаются в ветки мастер. Из мастера мы для тестирования вливаем в стейджинг, и стейджинг едет в продакшн. Собственно, ветка продакшн при деплоем берется текущая ветка продакшн, берется предыдущей веткой, и в них считается div. То есть изменения файла созданы, удаленные, в общем, состояния. И это изменение записывается в бинлок движка copyfast, который, вы не поверите, может быстро копировать файлы. То есть именно изменения. И эта штука умеет реплицировать изменения очень быстро на кучу машин. На фейс наш этот парк. Это используется не не репликация, копирование напрямую, используется госепрепликейшн, когда один сервер рассылает изменения ближайшим соседям, те своим соседям и так далее. Это позволяет обновлять нам код за десятки единиц и секунд на весом нашем парке. И, собственно, когда изменение доезжает до локальной реплики, она применяет изменения эти патчи на своей локальной файловой системе. Также делается случай чего-откат. Ну, так же. Понятно. Кап и хп, который мы тоже довольно много деплоим. Понятное дело, у меня тоже есть, собственно, разработка идет в гите, по той схеме. Но, так как это бинарник от этапешного сервера, то мы не можем делать ему там диф, это огромный файл размером сотни мегабайт. Уже без, со стрипанными дебагг символами, то есть именно релизный бинарник сотни мегабайт весит. Так просто его не… Поэтому вариант немножко другой, что мы в binlog пишем версию, то есть с каждым билдом она инкрементируется. В случае возврата назад мы делаем плюс один. Эта версия записывается в binlog, также апплицируется на все сервера. Локальные копифасты видят, что в binlog приехала новая версия и тем же самым госипом вытягивают себе свежую версию бинарника, не упарывая наш мастер-сервер, аккуратненько размазывая по сети. Да, вытягивается свежий бинарник и плавненько аккуратно перезапускает его на новую версию. Тут, в общем-то, все довольно просто, мне кажется. Для наших движков, которые, по сути, тоже являются бинарниками, схема очень похожа. Видите, она буквально похожа, очень слайды. Вся разница выделена, что бинарник у нас запаковывается в дебинские архивы и они просто при выкачивании просто dpc-инсталом ставятся на систему. Почему у нас kphp деплоится бинарником, а движки деплоятся dp-хивом? Так сложилось. У нас слабо. И, как говорится, работает не трошь, все хорошо работает. Вот. Надеюсь, было интересно. Про все не рассказать. Ссылочки. Я привел, мне кажется, интересные ссылки. Два года назад наш админ Антон Кирюшкин, ну, бывший уже админ, рассказывал, как это работает с тринет-администратором. Там есть, кроме всего прочего, copy-fast и госи подробности и продвиги наше решение. Два доклада Юрина Срединова про кликхаус, который летом был в Сибири, в которой будет сегодня ссылочки. И парочка моих про архитектуру с точки зрения разработки. Сейчас было больше такое про железо, скорее. А там, как у нас страны кода это выглядит, исторически и сейчас. Все. Вопросы? Спасибо. Вопросов нет? А, есть. Микрофон, наверное, или не знаю. Вот там далеко, очень далеко. Спасибо за доклад, было интересно. Хотел задать вопрос о языке. А почему PHP? А и думали ли вы когда-то от него избавляться, переходить на что-то другое? Да, я об этом рассказывал, ходя про разработку, у нас было про железо. Все просто. Вконтакте уже, сколько, 13, по-моему, лет существует. Все это время пишется, ну, 12, да, пишется новый код. И у нас его миллионы строк. Его невозможно переписать. Это огромный объем кодовой базы. Мы стараемся как-то разделять, выносить какие-то маленькие вещи на другие решения. У нас в последние несколько лет там начал активно использоваться год в каких-то отдельных сущностях. Но переписать это невозможно. Это нужно останавливать проект на год минимум, мне кажется, и сидеть переписывать. Ну, это просто нереал. Поэтому делаем КПХП, у нас нет других вариантов. Все. Спасибо. Что? Параллельно? Ну, если мы будем переписывать на другой язык, который не позволяет с такой скоростью релизиться, то мы будем выкатывать новые фичи быстрее, чем переписываем старый код. Без вариантов. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Хочется спросить, а вы не планируете выкладывать в open source свои движки? Знаете, какая проблема? Во-первых, кому не нужны, вот честно. Понимаете, они именно… Я не просто говорил, что они делались от безысходности. У нас такие нагрузки специфические, такая работа, что с одной стороны мы можем позволить надежную сеть внутри наших дата-центров, а с другой стороны у нас они умеют только то, что нужно нам. Это не супер универсальное решение, и их интегрировать в вашу систему будет тяжело. Либо вы полностью переезжаете на нашу инфраструктуру, ну, покопируете ее полностью с UDP, там, с RPC-прокси, либо вы не можете даже пойти в этот движок без ничего. Поэтому, да, можно, наверное, но тратить ресурсы на то, что не нужно практически никому, скорее всего, но наши хищники не хотят, например. То есть, когда-то выложили года 3-4 назад какую-то версию на GitHub, но какие-то вещи мы собираемся. В основном, они вещи, которые мы сразу делаем с учетом того, что мы хотим как-то обособить, типа кайф, в котором я говорил, какие-то хаосы. Это отдельные вещи, мы хотим их выложить. Надеемся, в этом году что-то уже появится. А с эти движки, ну, бесполезно. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Алексей. Спасибо за доклад. Меня интересует вопрос касательно хранилища, непосредственно данных. Вот вы, получается, написали свое хранилище и система восстановления именно снэпшотов. Да. То есть, получается, у вас есть снэпшоты определенного стрима за определенный промежуток времени. Доводилось ли вам реализовывать восстановление именно по одному объекту сквозь эти снэпшоты, то есть не читая их все, а восстанавливая именно историю от, например, начала до конца? Регулярно. То есть у вас есть, да, такой механизм? А не могли бы вы рассказать, с какими вы столкнулись проблемами? У нас бывает, возникает необходимость, ну, допустим, типичный пример, у нас есть какой-то ключик там в МКШ, ну, условно, там, естественно, МКШ, его удалили. Ну, мы нашли, что его не существует. Почему мы писали его с нурьим ТТЛем? Он должен быть. Кто его удалил, почему удалили, когда его удалили, какое значение было? И у нас есть инструмент, который позволяет приближаться по всему бинлогу и восстановить всю историю изменения каждого ключа за все время. Так мы стараемся хранить бинлоги с самого начала существования этого движка, ну, если у нас есть возможность такая, то мы можем найти там историю ключа, там, с 2008-2009 года есть история. Вот. Но обычно хватает какого-то снапшота старого поднятия и дочитать бинлог после него. Читать все бинлоги за все время это очень медленно. Ну, это терабайты. Спасибо. Но это регулярная ситуация, да, возникает. Или, допустим, если пользователь восстановит какой-то давно-давно удаленный файл, который уже протух, мы можем поднять старый бинлог и восстановить файл из бинлога. Здравствуйте. А вот с точки зрения хранилища самих файлов у вас они как-то реплицируются, у вас какие-то распределенные хранилища используются, как обеспечивается именно отказоустойчивость с точки зрения файлов. Я понял. Сейчас мы переходим как было раньше, раньше не очень интересно, как это раньше. Сейчас мы переходим на движок, который имеет функционал хранения нескольких копий на разных серверах, причем он сам занимается восстановлением копий при потере одной из копий. И он там посредит централизованный реплицированный мастер, который знает, где что находится. Мы идем в него, она отсылает нас в одно место, в другое место по необходимости. То есть мы файлы заливаем в него, а он сам решает, куда отправить, где хранить, куда перегрировать и так далее. Ну это... Ну распределенное хранилище, когда мы посылаем файлы. А почему не опять свое какое-то, не какое-то готовое, там, цепы, гласторфессы, минио, какие-то... А у вас есть гарантия, что оно будет работать? Наши ребята могут гарантировать, что это будет работать. То есть вы не смотрели, не... Не, мы смотрим какие-то специфические решения, где мы понимаем, что точно будет там, типа, хаос, оно реально прикольное. Мы пробуем, оно работает. А брать решение, что, как говорят маркетинговые, это клевая вещь, но хранить там супер важные вещи, как пользовательские файлы, мы себе позволим. Ну, никак, мы не готовы к этому. Плюс есть команда сишников, которые могут там добавить, поддержать. Спасибо. Большое спасибо за доклад. Я здесь. RPC Proxy, если я правильно понял, знает не обо всех, видите, инстансах, поднятых в любом случае. Всех? То есть каждый инстанс RPC Proxy, но о каждом сервере знает обо всех? Да. А, ничего себе. Прикольно. Там большущий-большущий файл конфига. А, и то есть, есть какие-то приоритеты? Он идет сначала куда-то в ближайшие движки или как? Нет, мы когда отсылаем запрос, там, ну, первым параметром идет имя кластера. Все, куда отправить? Спасибо за доклад. Спасибо. Я тут. А, да. У меня вопрос снова про PHP. У вас используется на бэкэнде какое-то свое чисто кастомное решение или какие-то фреймворки, может, старенькие? Если да, то какие? Ну, там, где KPH используется, там только PHP, а там, где обычный PHP у нас есть, там никаких фреймворков мы не используем. Это всякие кроны, фоновые задачи, очереди, там только наш свой код, там нет необходимости фреймворка. Там почти нет никакого общения с пользователем, какой-то веба, там именно фоновые задачи, которые просто переиспользуют кодовую базу общую, и все. Понял, для рекомендации и прочее. Могу ошибаться, но вроде как так. Алексей, добрый день, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вы на ваших движках поддерживаете транзакционность, и если да, то как откатываете и так далее? У нас нет транзакционности, потому что у нас нет ни внешних зависимостей, ни внешних ключей, никаких. В случае отката мы можем просто переграть наш бенлог назад или сказать движку, перечитая бенлог с такой позиции, пропуская какие-то события по необходимости. Скажем, какой-то лишний длит, мы можем пропустить его в бенлоге. А именно транзакционность реализуется за пределами движков. Ну, чтобы масштабироваться, приходится так вот дробить полностью, независимыми кусками ставить. Алексей, спасибо за доклад. У меня вопрос про движки ваши. Два вопроса. У вас вот в ваших кластерах получается мультимастер, архитектура? И если да, то... Нет. Тогда как вы умудряетесь балансировать нагрузку? То есть у вас какой-то мастер, это всегда большой жирный сервер? Нет. Если мы упираемся именно в скорой записи на мастер, мы допим мастера, будет несколько мастеров. Каждый обрабатывает свою часть данных. А как вы обеспечиваете консистентность тогда данных? У нас все данные храняются так, что нет гарантии, что соседняя строчка будет на том же сервере. То есть нет проблем подробить. Понятно. Вы используете ту же схему с шардированием, получается, правильно? Везде все шардируется. То есть нет каких-то там джойнов, там внешних ничего нет. И еще один вопрос по поводу снапшотов. На тот момент, когда делается снапшот, запись в лог блокируется? Насколько я понимаю, движка зависит. То есть тут как реализует человек, разработчик. Допустим, в Гошном, который я бы и не писал, сишники движки не знаю наверняка, вот то, что у нас есть на ГО, он не блокируется, он отдельно галактино пишет на диск, продолжая. Просто маленький мютекс на время блокировки, read-write и все. Спасибо. Тут уж сишники как хотят делают. Добрый день, спасибо за доклад. Очень интересно. Следующий вопрос. Вы сказали вот про rollout, допустим, там изменение кода, который выкатывается. Допустим, если они выкатывались на один сервер, ну, конкретный сервер, то есть они прилагаются ко всем пользователям, какой-то процент пользователя на этом сервере, который… То есть как бы есть какой-то момент, как эксперимент, то есть вы, допустим, там… Но тут либо как выбирается сервер для пользователей, либо как выкатывается код, я не понял вопрос о себе. Про какой-то staging, окружение тестов или что вообще? Ну да, то есть, допустим, если скажешь так, ошибки, допустим, там в rollout, вы их находите в staging или, допустим, это может быть отойти в production? Ну, у нас есть мастер ветка, которая уже доступна извне, можно попросить на ней, ну, внутренние там тестировщики, разработчики, и staging, которые очень маленький процент пользователей, сначала выкатываются туда, он там настаивается, так скажем, на какое-то время, мы видим, что все хорошо, все отлично там, и потом же катим на production. Ну, то есть на одном конкретном сервере, если поменялся… Ну, там не один сервер, там целая группа. Прилагается уже ко всем юзерам, которые приходят на этот сервер. Ну да, не на какое-то время, да. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. Я тут. Есть время. Спасибо за доклад. Скажите, а вот получается, бинлог у вас, он вечный или периодически подрезается, когда делается снапшот? Мы стараемся хранить вечно, но есть держки, которые пишут очень много, и у меня отрезается голова, да. Ага, ну а так получается, ну, дубликация данных, да, идет и в бинлоге, и в снапшотах? Ну да, собственно, ну тут либо ты быстро поднимаешься, либо ты не имеешь деблирование данных, без вариантов. У нас, причем у нас не один снапшот, у нас их много, то есть мы храним не последнюю версию, а много снапшотов по необходимости, можем вернуться на одну из них. А снапшоты это не инкрементальные, это фульные, да, получается? Нет, нет, это прям целиком вот все, что есть. Чтобы их можно было независимо переиспользовать, удалять и так далее. А, ну тогда немножко не понимаю смысл хранить весь бинлог. Это нужно, вот как был вопрос, как можно узнать, что там происходило в прошлом. Ага. Можем приближаться по бинлогу, прочитать все события любой сущности, как она создавалась, менялась, удалялась. Хорошо. А бинлог у нас, он как, секционируется, да? Ну то есть это не один. Да, он по гигабайту режется, чтобы можно было как-то его это дело нормально использовать. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Привет, спасибо за доклад, очень интересно. Скажи, пожалуйста, а каким образом производится аналитика данных? Она, ну, вычисления какие-то, агрегаты, вот на это все на этих движках сделано или есть какое-то другое вычисление? На том решении, которое мы используем в основном, оно уже практически вшито в систему записи, ну там еще немножко есть сверху. А сейчас мы на кликаусе пытаемся хранить агрегаты как стейты в нем самом и досчитывать уже, чтобы не терять уники всякие. То есть я правильно понял, что первоначально оно все-таки на движках работает? Основная система, которая используется уже годами, да, там оно уже как бы уже заранее, кучу раз сагрегировалось, то есть там уже примерно посчитанный агрегат, который есть. То есть, допустим, у нас проблема старой схемы, что мы не можем перцентели построить, у нас уже нет данных. А на новую схему мы хотим их иметь в произвольном количестве.